Саша, доброе утро! Наконец, все пробки я подолал. Я, кажется, украинский, когда я приехал к тебе на встречу. Вернее, мы в программе всегда освещаем несколько аспектов. Сегодня я это очень коротко проанонсирую. Это анализ свадебного рынка, это разговор о подрядчиках, это немного пройдемся о свадебных координаторах, которых расплодилось очень много, и чуть, может, поговорим, если останется времени про психологию невестра. Первый анализ свадебного рынка. Рынок изменяется, появляется много игроков на рынке. Крупные компании, возможно, вот как твоя, возможно, теряют бюджеты. Как ты думаешь, что сейчас происходит и что будет дальше с крупными компаниями, как вот твоя? Я не могу говорить в целом о каждом, я могу говорить там свои восприятия, исходя из того, что вижу я, происходящее в моем агентстве, исходя из того, что я вижу на рынке. Я ездила с Украины в один клаб по Украине, мне приезжают ученики на школу. То есть я могу дать какие-то выводы, исходя из такой информации. Наверное, стоит вернуться, что изначально украинский свадебный рынок формировался из того, что было, значит, вообще ужасное с моей точки зрения восприятие свадебного рынка. Это большой стол, сами закатили, наняли именно тамаду, причем у него есть там обязательно какой-нибудь друг с синтезатором. И вот они лабают всю свадьбу. И основная цель, мне кажется, это быстро напиться, кричать горько как можно больше. И, как бы, по сути, да, я бы даже не сказала, что это кайф, потому что жених с невестой очень уставшие, потому что до этого этот стол они готовили, и все это делали сами. Иногда они тоже напиваются. Да, буквально там, ну, я не знаю, наверное, лет 10 назад, может я сказать, начала появляться в Украине тенденция, что есть какие-то некие организаторы, мистические люди, которые там эту задачу решают. И в тот период те же организаторы, они как бы методом, скажем, проб и ошибок пытались это делать уже лучше, смотря какие-то там, наверное, видео, фильмы, интернеты. Да, потому что у нас не было никакого образования, и до сих пор его нет, по сути, кроме там школ, которые там проводят в частном порядке. Именно в тот период, вот, мы, наверное, как появились, потому что мы, когда мы появились на рынке, мы для себя ставили тогда основную цель, что, ребята, давайте вообще делать по-другому свадьбу. То есть, наверное, уже пришло время делать по-другому, делать стильно, делать красиво, делать душевно, делать эмоционально. И мы начали этот продукт внедрять. И, конечно, там, последние лет 6-5 мы так активно работаем. Мы многие вещи, допустим, тоже на своем опыте обучались. Например, мы долгое время делали красивые свадьбы, мы их не фотографировали. И то, что надо сфотографировать свою свадьбу, свою работу, мы там пришли только 3 года назад. А что-то делать? Да, чтобы было хоть что-то, что показать. На данный момент я наблюдаю следующее. То есть, вот на сегодняшний момент, с моей точки зрения, рынок находится, с одной стороны, в очень прекрасном состоянии, потому что он расцветает, с другой стороны, в очень непрекрасном. Точнее, даже я, наверное, обеспокоена. Ужасно, что ли? Да. Прекрасно в том плане, что уже начинает появляться вкус, вкус у клиентов, вкус у подрядчиков, у организаторов. Они начинают как-то вместе делать какие-то красивые вещи. Что плохо, что люди сосредоточились только на этом. То есть, на самом деле, сейчас мы видим красивую картинку в интернете. Очень многие организаторы поняли, что надо фотографировать. То есть, мы даже вот, я говорила, с некоторыми там и редакторами журналов, и с некоторыми коллегами, и все видят эту тенденцию. То есть, отфотографировать красиво можно все что угодно. То есть, лента в Фейсбуке, лента в Инстаграме, лента в ВКонтакте. Это вовсе не показатель профессионализма. Вот это печально. И многие клиенты даже не вникают в то, на самом деле, что стоит за этим. Например, есть очень много агентств, которые представлены в лице одного-двух людей. Два человека или один не могут сделать свадьбу. На это тоже надо обращать внимание, когда клиенты выбирают свадьбу. Да, потому что люди обращают, к сожалению, чаще всего на внешнюю картинку. На фотографии, на видео, в лучшем случае, офис, если он есть. А на самом деле, сзади не стоит далеко то, что человек реально просчитает, учтет. Есть очень много таких вещей, которые организаторы вообще даже о них не задумываются. Ну и последнее, что люди совсем перестали обращать внимание на самое главное, это на эмоции. То есть вообще свадьба, это в первую очередь праздник, который должен подарить эмоции. То есть сейчас рынок сосредоточился на какой-то вот именно красоте, там, перещеголять друг друга цветами, вазами. Такой такой, да, гламур отчасти, да. Да, и нету вот этого самого главного, нету душевности, нету эмоциональности. Люди не стремятся сделать это реально как праздник. То есть они не стремятся делать это как некое такое таинство, которое запомнится. Вот это печально. Но это же все-таки бизнес. А бизнес ставит свою целью заработать деньги. А вот вообще свадебный бизнес, это бизнес? Я не разделяю эту позицию. Я считаю, что бизнес, свадебный бизнес, это не чистый бизнес. То есть я, во-первых, считаю, что заниматься этим может только человек, который это очень любит. А к нему можно относиться серьезно? Конечно. Ну, это бизнес в любом случае. То есть ты берешь какие-то обязательства перед клиентом. И как раз эти обязательства намного, может, чаще важнее, чем другие бизнесы. Потому что если другие бизнесы, это хладнокровно, там, только деньги и так далее, то здесь еще эмоции. Человек тебе не простит, если ты его подведешь, чтобы ты ему обещал и не сделал. То есть будьте, занимаясь свадебным бизнесом, будьте добры, дарить эмоции, плюс ко всему. Ну, это важно. Старство, вдохновение, понимание. Ну, смысл взять праздник. Ну, то есть все пришли, увидели красоту, и не молодожены, никто не запомнил этого. И вот самое печальное, что скоро, если люди, ну, вот я прогнозирую, что за вот этим всем, если ничего не начнет меняться, если не начнет появляться глубины профессионализма за этим, то дальше, следующий шаг, это просто демпинг. То есть я сделаю такое же, но красивее. Причем, да, ну, и дешевле. И самое интересное, что люди могут фотографировать один стол, а на самом деле свадьба, это бывает 20 столов. И вот это совсем другой объем работы. То есть насколько может человек, который красиво с разных ракурсов сфотографировал одну какую-то позицию, насколько он сможет реально обеспечить мероприятие, где будет 100 человек, 90, 200 человек. Хорошо, вот человек, который, допустим, стартапер, да, он рассматривает стартап в свадебном бизнесе, то есть посмотрели, есть клиенты, люди любят друг друга, кухаются, да, женятся, несмотря на кризис, давайте уже согласимся с этим. Ну, я вообще, это, я выхожу за рамки этого, я не хочу в своей голове даже держать, что есть кризис. Да, отлично, да, то есть мы вообще, это тезис, это тезис, это тезис. Да, я считаю, о чем вы говорите вообще? Мы убираем. Хорошо, то есть люди женятся, любят друг друга. Стартапер, да, рассматривает свадебный бизнес. Он, ну, если взять весь инструментарий, да, и зайти, он начнет зарабатывать деньги, но он, наверное, также подтвердит твою позицию, да, он просто будет зарабатывать деньги, не даря людям вдохновение. Или может стартапер вообще не рассматривает сейчас свадебный бизнес в качестве стартапа? Я не знаю. Мне кажется, что человек, который начинает заниматься свадьбами, исходя из того, что он хочет построить на этом бизнес и зарабатывать деньги, это человек, который априори не может быть в этом успешен, с моей точки зрения. Потому что, когда, например, я начинала, я по себе только могу суть. Я вообще не ставила перед собой целью, там, стать свадебным агентством, там, одним из лидирующих в СМГ, я не ставила перед собой целью, там, каких-то высот. Я просто делала, и, честно говоря, мне даже сейчас смешно вспомнить себя 10 лет назад, которая, ну, я даже об этом не мечтала. То есть это такая реализация? Я просто это делала, я просто всю жизнь чувствовала, я очень эмоциональный человек, я очень хорошо чувствую людей, и мне просто всегда было в кайф подойти какую-то эмоцию, и у меня это получалось. То есть можно даже букет там преподнести, или книгу преподнести как-то оригинальность эмоций. В любом случае делали людей чуть-чуть счастливее, чем они есть, да? Да, это... То есть даже в этот свадебный день уже остаешься... Ну, я обычно делаю намного счастливее. Ну, так, хорошо, дай бог. Тем, кто начинает первые шаги в свадебном бизнесе хоть чуть-чуть делать людей счастливыми. Ну, на самом деле, если у них есть внутренняя чуйка и желание, искренность, то я думаю, у них это получится. Кстати, вот те люди, которые делают свадьбы, которые проводят, подрядчики, да? Ну, то есть все, кто обслуживает свадьбу, да, если позволишь мне такое слово. Да. Клиент смотрит, выбирает, я, допустим, часто слышал фразу, для меня эти услуги дорогие. А в свадебном бизнесе, на свадебном рынке, как и в других категориях услуг и товаров, например, есть такое расхоженное мнение, да, цена не совпадает с качеством. Здесь, как часто это встречается и на что, ну, что такое дорого и что такое дешево? Ну, каждый, вы знаете, к сожалению, в нашей стране, скажем так, люди почему-то, клиенты сами определяют, что значит дорого, что такое дешево. Они, то есть, поскольку нету какой-то принятой цены, ну, вообще-то очень вопрос относительный. Многие клиенты говорят, о, это дорого. Ну, где-то я считаю, что да, и некоторые подрядчики, с моей точки зрения, завышают свои цены. И задача организатора с ним как-то проводить какую-то, наверное, беседу. К адекватности его приближать, да. Но есть реально подрядчики, которые, ну, небо и земля с другими. И вот здесь, наверное, проблема в том, что клиент очень часто, ну, берет на себя вот эту функцию, анализа и определять, кто из них правильный. А вот это, кстати, еще одна очень важная черта организатора, да? Да. Вот, организатор должен, организатор должен уметь донести, что вот этот подрядчик лучше этого. И не всегда он дороже. Бывает даже вот одной ценовой политики, они могут быть совершенно разные. А может быть ниже, да, хорошим. Когда тебе говорят, это дорого. Саша, это дорого за эту свадьбу или там эта услуга. Какой твой ответ? Ну, скажем, это зависит от ситуации. Если, например, я понимаю, что этой позицией можно пожертвовать, либо можно подобрать альтернативу, то я говорю, окей, то есть есть альтернатива. Более того, я всегда сразу предлагаю альтернативы. Если же я понимаю, что вот человек хотел эту услугу, вот такого уровня, есть вот такие вводные, и я знаю, что этот подрядчик лучший, то я буду аргументировать до последнего. Конечно, я могу, наверное, попробовать человеку организовать встречу, показать работу другого, но все равно я буду его подводить к тому, что я знаю. А знаю ее точно, потому что я их всех уже видела и слышала о них много. Я же не только на своем опыте как бы делаю анализ. Да, я еще слышу коллег, которым я доверяю. Я не всех доверяю, потому что есть субъективизм, но... Какими категориями нельзя пожертвовать? Ну, имею в виду там... Ведущим нельзя жертвовать, категорически. Категорически нельзя жертвовать фотографам, видеооператорами, потому что если это все снимается, а потом печально. Потом это печально смотрится. Да, может быть и так. Вот, ну, с декором я тоже считаю, что нельзя жертвовать. Можно жертвовать объемом, то есть не так все много делать. Но если уже делать, то делать качественно. Например, я считаю, что делать с какой-то дешевой органзой, атласными лентами, китайскими, там, не знаю, атласом, юбки на столах. Это очень дешево смотрится. Лучше сделать другую скатерть, меньше потратить материал, он должен быть какой-то натуральный материал, но он будет красивый в рассмотрении. Потому что гость сидит и это все видит. Да, да, да. И тем более ощущает. Да, то есть отфотографировать это можно красиво, и все будут думать, что это красиво. Но гости будут видеть вот ужасное качество. Поэтому я считаю, что лучше меньше, но качественно, чем много и дешево. Отлично. Это очень хороший, думаю, совет всем, всем, кто посмотрит эту программу и будет заказывать нашу программу и будет заказывать свадьбу. Приходя в том числе и к телевогенству, и ко всем остальным обращайтесь. Кстати, я знаю, ты проводишь тоже, вот у тебя есть wedding school, да, я так понимаю, и расплодилось этого очень много сейчас на просторах бывшего СНГ, да, скажем так. Свадебных координаторов выпускают пачками, да. Я уже шучу, даже иногда их уже можно даже отстреливать на выбор. То есть это, скажем, сама профессия, она в некотором смысле, как мне кажется, нивелируется. Ну, то есть, когда много представителей, тогда и качество может хромать. На твой взгляд, это чистой воды инфобизнес, ну, то есть обучение координаторов и заработок в них, либо в этом есть какой-то духовный посыл, может быть, образование? Это все зависит от преподавателя, и то, кто это преподает, многие, на мой взгляд, делают это как инфобизнес. Они отстроили это, они зарабатывают на вот этих вот девчонках, которые приезжают с надеждой, и делают, как я, и будет тебе счастье. Я же делаю это немножко по-другому. Более того, я всегда начинаю курс с того, что по прошествии этих трех дней большая часть из вас может захотеть остаться в свадебном бизнесе, многие нет. И вот я вот закончила эти выходные, например, и мне там три человека сказали, ну, мы очень довольны, что мы прошли, но мы правда поняли, что мы идем заниматься не для нас. Да, потому что я рассказываю, как это есть на самом деле, чего им ожидать. Поднородная. Это некрасивая картинка, это очень тяжелый труд, я считаю даже адский. Вот, допустим, мой парень один раз поехал с нами на свадьбу, и после этого он сказал, Саша, у меня вообще нет к тебе никаких вопросов, это просто адская работа. Это правда адская работа. Без меня, да, называется. Девочки должны это прекрасно понимать. Единственное, что в любом случае свадьба – это проектный менеджмент. И когда я учу их на школе, то есть я их на своей школе, я их учу, и как это делать логично, структурно, и учу их, помимо этого, уделяю очень много внимания каким-то человеческим качествам, наверное, какой-то духовной подоплеки. Потому что если я хочу потом говорить, что этот человек мой ученик, я хочу понимать, что этот человек понимает, что он будет соприкасаться с неким, наверное, под священным танцем. Потому что все равно есть какие-то энергетические процессы, есть духовные вещи. И если два человека решили пожениться, связать, да, то я к этому, если я к этому соприкасаюсь, то для меня это некая честь, наверное. И к этому надо относиться очень вот так. Это, наверное, очень обораженная кашь украинскую, надо взять и нести. Да, вот, поэтому здесь нельзя это воспринимать чисто. О, быстренько срублю капусту, еще чего-то. И поэтому вот этим моментом я очень сильно уделяю внимание, даю, очень уделяю внимание акцентом на том, что если ты уже берешься за это, ты несешь ответственность, и никого не волнует, почему у тебя не получилось, или еще что-то. И многие реально это осознают. Хотя на каждом курсе у меня очень много финансистов и юристов. И я вот за этим наблюдаю, что многие девчонки просто, мне кажется, это связано с тем, что девушки, допустим, юристы, бухгалтера, они в какой-то момент, наверное, чувствуют, что это не их, им хочется какого-то творчества. Но я им всегда объясняю, что это не только творчество. Это адская работа, много ответственности, организаторских способностей, иногда надо быть очень жесткой, вот, и так далее. И они это все как бы воспринимают. А еще плюс ко всему, это работа и психолога, в частности, да? Очень. Надо сильно много работать. Потому что пока идет анализ, пока идет подготовка, просчет свадебного бюджета, это все хорошо. Но, как только первая встреча с парой, а в паре, как правило, приоритеты, лидирующие мнения, это у невесты. Ну, не-не-не, я не соглашусь. По-разному. Часто у женихов, скажем так, у девушек лидирующее мнение относительно концепции, идей, творчества и пожеланий, у мужчины финансовые вопросы. Вот, да. Поэтому здесь они... Ну, конечно, я имею в виду, что девушка невеста, да? Принимает решение, хочет ли она? Принимает решение, да. А парень, он уже, так скажем, коллерирует свой взгляд, да, относительно своих финансов, да, своего кошелька. Так вот, работа с невестой. Психика невесты, да. Наверное, невеста нервничает, наверное, переживает, наверное, волнуется. А плюс еще на самом празднике хочет все контролировать. И вот... Ну, это зависит от психотипа девушек. Я, на самом деле, на школе, кстати, тоже это рассказываю. Есть абсолютно разные психотипы. Безусловно, что все мы разные, и разные есть манеры поведения. Как правило... Как правило... Ну, как твои невесты справляются с собой? Ну, смотри, у них есть разные этапы. Когда они выбирают все, если у них сразу спокойствие, они понимают, что им все хорошо, то как бы идет это все нормально. То есть доверие нам переношает решение. И только там первые, там, последние пару недель, неделю у нее начинается мандраж, который надо просто успокоиться. Она может действительно делать какие-то, там, иногда даже неадекватные вещи, расплакать из-за чего-то. Ну, это девочка, это понятно. Истерика, может быть, да. Вот. Конечно, бывают такие трудные невесты, которые с первых дней выносят, скажем, мозг себе, жениху, мне, там, и всем остальным. Ну, наверное, это связано с тем, что они так живут по жизни. Тем более, есть еще разные психотипы людей. Ты знаешь, есть люди, которым все хорошо, а есть люди, которым все плохо. Ты им хоть, вот, звездочку с неба, им все равно все плохо. Все не так, музыка громкая, и цвет никакой. Да, но здесь, наверное, это связано с тем, что профессионал должен все равно как-то найти подход. У каждого человека есть все равно какая-то подспутная цель, почему он так все ведет. Чаще всего человек начинает передничать или капризничать, или если им движет страх, он боится, например, родителей, не угодить. Она может лежать даже не в области этого свадебного. Да, да, у него может быть страх, я же говорю, перед родителями, что что-то не так, она у них берет деньги и при этом должна отчитаться. У него может быть какое-то страх, какое-то недоверие к организатору. Это тоже должен организатор все это проверить. Это все надо чувствовать и, исходя из этого, действовать, конечно. Это не просто, иногда, ну, там, иногда и мы ошибаемся, и даже, там, бывают в моей команде какие-то ошибки, когда я потом наблюдаю, и говорю, девочки, ну, вот, надо было вот это, там, как-то сделать. Ну, все бывает, все мы люди. Наверное, было бы классно, а вы с невестами тесты не проходите, нет? Нет. Ну, слушай, я вот просто, знаете, у меня две вещи как-то в голове. Я ехал на встречу, думаю, две вещи, которые можно было бы просто предложить, да? Во-первых, это тест, ну, просто психотип человека. Может быть, это странно было бы, да, если бы невесте такой предложили. Нет, мы когда-то уже думали над этим разработать какой-то тест, его можно было бы в социальных сетях делать. Ну, честно говоря, вот, я не верю в эти тесты. Все равно ты должен вот так вот общаться с человеком, и не всегда ты с первого раза поймешь. То есть ты можешь пообщаться, вроде видишь какое-то напряжение, не понимаешь, в чем дело. Потом только на третий раз, там, допустим, соприкоснувшись с родителями, ты понимаешь, о, авторитарный папа, например, или еще что-то. То есть это длительная работа. Мне кажется, что распорядитель просто должен хотеть понять невесту, он должен ее, как бы, полюбить, он должен открыть сердце. Заметь, мы вообще жениха подвинули в сторону. Ну, потому что, с моей точки зрения... А говорили его финансово, так сказать, приоритеты? Нет, подожди, не надо. Вот не надо. Женихи, просто объясню, чаще всего для них свадьба не является таким желанным праздником, как для невест. Для невест это, конечно, некое... Осуществление, что мечты. Да, мечты или там далее, как бы, какой-то статус вы закрепите, что она, наконец-то, замужем. Вот, поэтому для девушек это всегда важный праздник. Женихи редко бывают, но есть такое, что наоборот, невеста не хотела, а жених хотел. Такие бывают случаи. Но чаще всего для них желание удовлетворить невесту просто в рамках их возможностей и желаемого бюджета, который они готовы подавать на своему. Поэтому, когда я говорю об удовлетворении, то если его удовлетворить по финансам, то главное сделать девушку счастливой, и тогда все будет хорошо. Но иногда родители, если они сильно в это вникают, их тоже надо удовлетворить. Вот это и есть работа организатора. Координатора нет. Ну, может быть, нет, я имею в виду, но послушайте. Нет, я хочу внести ясность. Я очень категорически против вообще позиции координатора. Нельзя быть координатором. А координатор это тоже организатор, распределитель. Это все должно быть одно и то же. Да. У нас просто вот, что мне очень не нравится, что сейчас на рынке, начиная, ну, возвращаясь к первому вопросу, очень много есть координаторов, которые соглашаются там на последней неделе перед свадьбой, включиться в процесс, им невеста надает кучу каких-то своих там заданий, договоренностей, и эта бедная девочка бегает по свадьбе, на нее взлетят все шишки, потому что не факт, о чем договорилась невеста, произнесли ли она все нюансы с подрядчиком. Адекватный ли подрядчик не подставит координатора, да. И вот эта бедная девочка, ничего не зная, собирает все шишки за какие-то там гонорар небольшой. Я считаю, что вот это надо истреблять. Координаторы должны изначально говорить, что мы беремся полноценно. Хочешь участвовать активно в свадьбе, пожалуйста, невеста может на всех этапах со всеми вести переговоры там с нами, там все, она может активно участвовать. Но ведь организатор может ей под, ну, как бы дать те задачи, которые ей будут комфортны, но при этом не будут подставлять риском свадьбу. А когда девушка хочет сама все сделать и передать какой-то девчонке, ну, это неправильно. Вот это я считаю категорически нельзя делать. Вот это очень хороший совет. И еще один вопрос, такой меня интересующий, вот объективный, такой, может, осознанный, адекватный, что ли. Мы на данный момент много заимствуем. У нас много традиций отходит на задний план. У нас на самом деле такая, ну, как я вижу, как я могу наблюдать, да, вот девушка-невеста, да, придя на встречу, она говорит, этих традиций не будет, этих не будет. И, допустим, я вижу... соглашается на то, чтобы не было того, того, того. И получается... Значит, это плохое организация. Получается свадьба такая... Очень европенезируемая. Экалектика. То есть у нас есть то, есть то. Я недавно задумался. Смотрите, как интересно. У нас есть венчание в церкви, у нас есть роспись в ЗАГСе, у нас еще есть, вы знаете, церемония. И бывает иногда это все в один день. Плохо. И... Ты много вопросов одновременно. В чем вопрос тогда? Вопрос в том, не стоит ли создать какую-то, вот, игрокам и крупным представителям рынка, которые вот ты лидер мне и лидерам мнения, создать и выработать какую-то одну систему мышления, парадигму, да, культурную в этом деле. То есть, чтобы, ребят, смотрите, вот, давайте отменим ЗАГСы, например, да, пусть это будет венчание. Ну, подожди, давай, секунду, я бы хотела прокомментировать твой вопрос про традиции. Да, да. Я, например, очень категорически против того, чтобы отходить от традиций. Просто традиции можно делать уместно и в нужное время. Просто очень многие традиции люди не знают. То есть, например, многие люди думают, что традиции это катать яйца по штанам, тещу катать на тележке, да, вот, выпивать из туфлей водку. Это не традиции. Это какие-то сельские забавы, которые... Собирать домой, скажем, девочки. Да, это не традиции. К традициям относятся танец с отцом, благословение родителей, именно благословение, не выкуп, благословение родителей, которое должно осуществляться вообще в интимном семейном кругу дома. К семейным традициям относятся первый танец, разрезание свадебного торта сейчас, снятие фаты, заживание семейного чага. Вот это традиции. И у этих традиций есть какая-то духовная подоплека, которую создали наши предки. И, к сожалению, так сложилось исторически, что да, это все уничтожалось на протяжении многих десятилетий, но задача распорядителя, организатора не петь под дудку и танцевать то, что говорит жених с невестой. Иногда они отрицают что-то, не понимая это. И вот правильный распорядитель, он должен им это объяснить. И вот большинство пар соглашаются. У меня практически все пары идут на все традиции, кроме вот иногда фата, спорный вопрос. Почему-то же они на это идут. Значит, соответственно, если ты делаешь какой-то душевный праздник, то ты должен чтить традиции. Это первое. Второе, то, что ты говорил по поводу венчания, загса и церемоний в один день, это тоже неправильная позиция распорядителя. Он должен отговаривать пару от этого, потому что это очень сильно утомительно в один день пережить все. Либо загс и церемония, либо венчание и церемония, либо вообще церемония, венчание на следующий день. Но относительно того, что ты говоришь, стоит ли объединиться игроком рынка и создать какую-то некую единую парадигму, умное слово ты такое мне научил, я скажу, я бы очень этого хотела, но я в это не очень верю, объясню. Мне кажется, что в свадебном рынке у нас есть такая небольшая трудность, мы очень плохо коммуницируем. Может быть, это связано с тем, что мы все девочки в основном на рынке, может, потому что... А девочки не очень умеют дружить? Наверное, я считаю, что девочки умеют дружить, у меня много подруг, но, наверное, причина в том, что какой-то он, наверное, злобненький немножко на шейных. Вот как-то есть такое, не знаю, многие не пойдут к тебе на переговоры, потому что ты что-то сделаешь там, или почему я должна снять корону и идти к тебе. Вот меня это всегда поражает. Меня даже один раз приглашал Рентфор-Ивент, венда мебели, приглашали к себе, они проводят такие ток-шоу там раз в полгода. Вот, они меня приглашали к специальным гостям. Они меня до последнего держали в секрете, не называли моим имя, потому что они боялись, что многие не пойдут из-за этого. Вот есть какой-то такой, какие-то индиции, наверное, которые непонятны. Поэтому с кем договариваться? Ну, то есть я-то, конечно, могла бы формируть эти парадигмы, но с кем? То есть у нас каждый игрок, он только за себя, за свое. Игроки, в принципе, присутствие на свадебном рынке, да, мы, я имею в виду, да, в рынок свадебный, люди, которые в нем заняты, так или иначе, влияют тоже на мнение клиентов, да, и если взять, допустим, уже европейскую свадьбу, да, там присутствие священника, да, или роспись, это является обязательным и не подлежит, допустим, каким-то сомнениям. Не, ну есть регистрация там в городском совете, то есть понятное дело, то есть это должно быть перенести и оформлено. А у нас, получается, допустим, церковь как-то вне законов, то есть кто хочет, у кого более духовная там связь, кто считает необходимым, кто не стоит необходимым, стоит вытереть в ЗАГСе, да, кто считает необходимым, расписывает, сделать полуторжественную роспись и расписывается на выездной церемонии. То бишь, существует такая эклектика, я имею в виду, ну, здесь ничего не сделаешь, только распределем. Ну, сборная саянка, бенигрет такой получается, своего рода. Ну, как на это повлиять? Я могу влиять на рынок только так, как я на него влияю. То есть я все время, меня считают тренсеттером, и я ношу очень многие на это. То есть я могу сказать, что, например, помпоны, которые сейчас по всей Украине, и мы уже сейчас, наоборот, их не используем в китайских свадьбах, мы внедрили в 2010-м и в 2009-м году впервые, и после этого вся Украина резко начала их делать. Сладкий стол я хорошо помню, сейчас эти кэнди-бары, даже из компании по кэнди-барам. Я помню хорошо, как я там в 2010-м году объясняла невесте, зачем нужен кэнди-бар, она говорит, у нас же есть торт. То есть я многие вещи внедряю, постепенно рынок, то есть зоны, например, развлекательные, они сейчас уже везде. Это мы первые начали делать и придумывать. Поэтому мне кажется, что я могу влиять только так, как я могу влиять. Я могу делать, люди будут там учиться, перенимать и все. А как бы объяснить это всем, кто хочет этому учиться, может быть ими на школу. Потому что я, например, не исклонна делать какие-то ярмарки, фестивали, ассоциации. Нет, я бы с радостью может это и сделать, если бы у меня было на это свободное время. Но я считаю, что если что-то делать, она дает это хорошо. Вот, поэтому... Чудесно. То есть мы говорим про школу, мы близимся к завершению нашей беседы. Очень приятно, Саша. Спасибо большое, что приехала. КОНЕЦ